Здравствуйте, ребята, это Алена. Сегодня с вами говорим про вегетососудистудистонию, ребята, и, соответственно, другие такие моменты, связанные с ВСД. Напоминаю, что диагноз ВСД – это псевдоусловный диагноз, и это нехорошо и неплохо, если вам поставили или сказали, что у вас ВСД. ВСД. Напоминаю, что ВСД очень часто диагностируют, когда человеку просто вам нечего поставить. И к этой истории можно приписать все, что угодно. Дефицит макро- и микроэлементов будет давать ВСД? Будет. Диабет будет давать ВСД? Будет. Будет ли инфекция или какой-то вирус давать вегетососудистую дистонию? Будет. Будет ли обездвиженный образ жизни, когда нарушается питание, митохондрия страдать? Будет. Вегетососудистая дистония проявляется различными нехорошими симптомами. И задышкой, и апатией, и спазмами, и тревогой. И, соответственно, бывает так, что у вас просто нарушился какой-то электролит, какой-то минерал. И из-за этого вы тоже можете испытывать моменты с ВСД. ВСД не что-то, а какой-то непонятный враг. Во многих случаях это история, которая вас закрывает от каких-то серьезных проблем. В какой-то степени бывает так, что у человека действительно существует невроз. И он спасает его от тяжелых заболеваний. Также могу сказать, что ВСД часто диагностируют людям, когда они знают, что у них, например, проблемы с щитовидной железой. Или у них, например, аминорея или аминопауза у девочки, у женщины. Соответственно, человек, у которого есть избыточный какой-то бактериальный рост, он тоже может испытывать ВСД. Потому что при такой истории бывает аммиачная загрузка. То есть вегетососудистая дистония – это не какое-то прям такое заболевание ужасное, после которого вы там скончаетесь и умрете. Нет. Во многих случаях это история, которую вы пока не понимаете, как решить, да. И она бывает, прикрывает какие-то достаточно другие серьезные проблемы вашего организма или проблемы душевные в вашей психике. То есть здесь два момента вегетососудистой дистонии. Это психоэмоциональный, когда вам нужен психотерапевт на длительном, на долгом, на постоянном таком моменте. И второй момент – это когда, например, у вас действительно есть какие-то нарушения физические, ментальные. И это может давать вам такую непонятную, неприятную историю, которая влияет на ваше эмоциональное и физическое состояние. То есть, если, например, у человека скопление каких-то токсических веществ, проблемы с органами, с нервной системой, с лимфой. Тоже, кстати, застой лимфы, вегетососудистая дистония. Вот вы даже себе не представляете, что под этот диагноз можно списать половину непонятного того, что происходит с человеком. Дефицит гемоглобина тоже может вызвать приступ вегетососудистой дистонии. То есть, мы с вами понимаем, что по малости человек может испытывать достаточно серьезные такие моменты, которые проявляются как вегетососудистая дистония. И если, например, есть повышенные стрессовые нагрузки или физические нагрузки, несбалансированное питание, то у человека тоже могут быть такие серьезные моменты, как проявление ВСД. Пишите вопросы, записывайтесь в консультации, делитесь эфирами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok